Пчёлы и муравьи Пчёлы сами указывали ему дорогу. Вскоре Мурзин возвратился назад и доложил, что нашёл пчёлы около их ульи, увидел такую картину, что поспешил вернуться и позвать с собой товарищей. Через несколько минут мы отправились в путь, захватив с собой пилу, топор, котелки и спички. Мурзин шёл впереди и указывал дорогу. Скоро мы увидели большую липу. Вокруг неё вились пчёлы. Почти весь рой находился снаружи. Вход в улей был внизу, около корней. С солнечной стороны корни переплелись между собой и образовали пологий скат. Около входного отверстия в улей густо столпились пчёлы. Как раз против них, тоже густой массой, стояло полчища чёрных муравьёв. Два враждебных отряда стояли друг против друга, ещё не решаясь совершить нападение. Разведчики муравьи бегали по сторонам. Пчёлы нападали на них сверху. А муравьи, широко раскрыв челюстья, яростно оборонялись. Иногда они предпринимали обходное движение и старались напасть на пчёл сзади. Но воздушные разведчики открывали их. Часть пчёл перелетала туда и вновь преграждала муравьям дорогу. Мы с интересом наблюдали эту борьбу. Кто кого одолеет? Удастся ли муравьям проникнуть в улей? Кто первый уступит? Может быть, с заходом солнца враги разойдутся по своим местам для того, чтобы утром начать борьбу снова? Быть может, эта осада пчелиного улья длится уже не первый день? Неизвестно, чем кончилась бы эта борьба, если бы на помощь пчёлам не пришли казаки. Они согрели воду и стали кипятком обливать муравьёв. Муравьи корчились и гибли на месте тысячами. Пчёлы были возбуждены до крайности, но нечаянно кто-то плеснул кипятком и на пчёл. Мигом весь рой поднялся на воздух. Надо было видеть, как бросились бежать перепуганные казаки. Пчёлы догоняли их и сжалили в затылок и в шею. Через минуту около дерева уже никого не было. Те, кому удалось спастись от ярости разгневанных пчёл, остановились в отдалении и принялись посмеиваться над пострадавшими товарищами. Но ещё мгновение и шутникам стало не до смеху. С грозным гудением рой пчёл налетел и на них. Казаки принялись отмахиваться ветками, фуражками, чем попало, но в конце концов обратились в бегство. Мы решили дать пчёлам успокоиться и ушли к себе в лагерь. Перед вечером два казака вновь отправились к улью, но там уже не было ни мёда, ни пчёл. Уль был разграблен медведями. Так неудачно кончился наш поход за диким мёдом. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова